Музыка Уважаемые родители, по информации Управления образования, в связи с ожидаемым понижением температуры воздуха в период с 21 по 26 января, посещение школ будет свободным. В случае, если ребенок остается дома, родителям в обязательном порядке необходимо предупредить классного руководителя. Пропущенные дни не будут считаться пропуском. Посещение детских садов в эти дни определяется родителями самостоятельно. На сегодняшний день у нас уже дана информация о том, что ожидается ухудшение погодных условий с 21 января по 26 января. Поэтому мы, родители и педагогическое сообщество, предупредили о том, что если будут сильные морозы, то дети могут на усмотрение родителей, но с обязательным согласованием с классным руководителем, свободно посещать школу. Но при этом они должны выполнять, естественно, все задания по предметам. Есть определенные рекомендации, согласно которым, если температура воздуха ниже минус 26 градусов, то здесь уже, естественно, начальная школа на усмотрение также родителей по согласованию с педагогами может не посещать школьное занятие. Если же температура ниже минус 28 градусов, то сюда также аналогично идут и среднее звено. Если температурный режим составляет ниже 31 градуса, то в домашних условиях заниматься уже и старшеклассники. Хочу отметить следующее еще, что, естественно, температурный режим может быть и не таким низким, поэтому ситуация будет мониториться ежедневно. И ежедневно будет доведена как до педагогов по температурному режиму, так же и до родителей. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы на это обратили внимание. Данная информация будет размещена в официальных СМИ, но и так же будет размещена во всех родительских группах. Уважаемые родители, просим следить за информацией на официальных телеграм-каналах администрации Артемовского городского округа и телеканала «Лента». Уважаемые коллеги, у нас есть хорошее сообщение. 10 января этого года представитель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин согласовал позицию, которую неоднократно высказывался и Юрий Петрович Трутнев, Минвостокразвитие, Министерство труда Российской Федерации о дополнительных мерах поддержки семьям, имеющих трех детей и выплачивающих ипотеку. По ранее принятому закону, такие семьи получали поддержку в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. С 1 января 2023 года семьи дополнительно получат за счет средств федерального и немножко краевого бюджета еще 550 тысяч, то есть выплата составит 1 миллион рублей. Приморский край выбран в качестве пилотного субъекта. Это единственный регион в Российской Федерации, где семьи, имеющие третьего ребенка и выплачивающие ипотечный кредит, будут получать по миллиону. Надеюсь, и эта мера, и она и принята, с тем, чтобы она позволит увеличить рождаемость, снять дополнительную нагрузку семей. Поэтому попрошу разработать непосредственно кровой закон. Я знаю, что мой предварительно проект закона такой разработан. На ближайшей сессии законодательного собрания переговорить с депутатами и такой закон принять. А также предусмотреть меры в бюджете до той части финансовых средств, которые необходимы для выполнения этого постановления правительства Российской Федерации. Ценными книгами о родном крае и дальневосточном регионе пополнились библиотеки Артема. Вскоре на полках для читателей пополнится полное собрание сочинений Арсеньева в шести томах. Кроме того, появится возможность прочитать книгу «Путешествия по Преамурью, Китаю и Японии». В Артемовскую библиотечную систему поступила и книга «Путешествия в Уссурийском крае» 1867 и 1869 года. Все издания переданы в рамках проведения 150-летия Владимира Арсеньева. Есть еще одна новинка – книга «Владивосток по краю моря». Передана Приморским культурно-историческим центром для популяризации культурно-исторического наследия и создания культурно-просветительской среды для посетителей библиотек. Новые казармы, столовую и баню построили на полигоне Тихоокеанского флота. Располагать будут так, как вы считаете, необходимым. То есть здесь будут стоять столы? Как точно, да? Серьезно, нормальная? Да нет, отлично, прекрасно сделано. Конечно, по всех отношениям. Здесь вот 120 человек мы можем. Так, то есть 120 человек в одну смену. В одну смену. Совершенно спокойно. То есть, грубо говоря, за час мы можем где-то человек 480 пропускать. Это просто запасной выход. Это запасный выход. Прекрасный гриль во вся пожарная безопасность. Слезная казарма, комфортный условие. Спасибо, ну что ты, молодцы. Быстро, качественно. Молодцы, ребят. Спасибо. Надо стараться. Спасибо, ребят. Человек на 25-30 может зайти, обмыться. Нормально, здесь 30 человек войдет, да? Пойдет. Пойдет. Пойдет, да, 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 да. Попаритесь. А уже говорится, а вот печь мощная стоит, предположим. Идея, когда все общество нацелено на одну цель, на победу. Это то, о чем говорит наш Верховный Главоклавович и президент. Абсолютно разные люди. Разных профессий, разного социального положения. Разных убеждений. Они все сейчас объединены одной идеей. Нужна победа. Россия должна победить. Вот это первое, самое главное. Вот здесь это воплощение реальной этой идеи. А второе, это огромная практическая помощь. В течение подготовки отряд «Тигр» было решено построить такие казармы, которые бы отвечали уже более лучшим бытовым требованиям. Поэтому 10 декабря началось строительство. Сегодня 10 января строители сдали эти объекты. Я думаю, что в ближайшее время начнется размещаться личный состав. Здесь еще дооборудуется кое-каким имуществом, инвентарем. Это вот вклад приморцев в дело нашей общей победы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»